Вчера по телевидению сказали, что Лукашенко выступил с критикой, сборной, федерации и так далее. И тренер Кондратьев сказал, что если они потеряют в ближайших двух играх шанс, то он подос в увольнение. Наших таких громких заявлений не было, потому что были правильно выбраны, наверное, города. Я считаю, что следующая игра с Македонией, которая будет, это все-таки Львов, это та поддержка, где, как бы ни говорили, мы Шахтер берем, который вроде из сложного региона переехал во Львов. И все равно в этом городе есть поддержка не именно клубу Шахтер, а просто украинскому футболу. Поэтому я думаю, с Македонией действительно будут гнать трибуны и помогать. Что касается матча с Белоруссией, то тут, скажем так, больше нам повезло. Вчера вот я увидел, что у нас два футболиста имеют индивидуальное качество. Это частично Ермольенко, частично Кономлянка. То есть это те футболисты, которые могут обыграть и создать численное преимущество. Все остальные отдают пас вперед, назад и поперек. Ну, в зависимости от той ситуации. Поэтому добротно сыграла защита в обороне. Я считаю, что в очереди после травмы не провалился. И хорошо мне понравился очень кучер именно в действиях обороны. Хорошо, что Шевчук с Ермоленко играли на разных флангах. Поэтому не обсуждали удаление, которое было в матче «Шахтер». И как бы результат есть. Посмотрим. Я не знаю, как с точки зрения журналистской. Потому что журналист, который вчера вел, он сорвал голос. Поэтому как было у вас в студии, я не знаю. Собственно говоря, ничего не поменялось у нас в игре. Мы также хорошо играем вторым номером, когда нам пытаются отдать инициативу. Мы не знаем, что с ней делать. Да, те двое ребят, которые вы упомянули. Вот Коноплянка – это такая скорость. Та самая скорость, которой категорически не хватает нашему футболу. Быстрые футболисты, которые еще и обладают техникой, у нас не произрастают. Как и почему? Отдельный вопрос. Но Ярмоленко – это сила, сейчас это еще и уверенность в себе, кроме всего прочего. Если добавить к этому технику, то это солидный футболист. Вот два, и хорошо, что они у нас размещаются на разных флангах. Что, как минимум, не конкурируют за одну позицию. Ну, так получилось уж. То мы имеем, как минимум, всегда возможность проводить какие-то атаки, контратаки, благодаря этим двоим. Но на большее действительно очень тяжело рассчитывать, потому что, ну, не умеем. Мы органически не умели, не умеем. И в ближайшем будущем, похоже, не будем уметь играть первым номером. То есть, выходить как фавориты и достигать чего-то спокойно. И матчи как раз против таких команд, как Беларусь, для нас особенно тяжелые, неприятные. Потому что у беларусов еще меньше умений, еще больше желания бодаться, там, отрывать ноги и делать все прочее, что умеем делать и мы. И получается два таких однотипных соперника, которые и борются, 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 борются. И это выглядит довольно-таки скучно, откровенно. Чтобы мы не привели к тому, что будет тренер по борьбе у нас потом вместо Фоменко следующий. Если они будут все время бороться, то мы принем тренера. Хотя у нас как бы закоренилось, что Винцовым всему есть результат, и мы не задумываемся. А я вот вчера как бы посмотрел игру и вспомнил, да, 90-й год рождения Калитвинцева, вернее, начнем, 87-й год рождения. Была команда в финале, Кощей тренер, нет футболистов. Ну, Яковенко, Ферентини, как бы, ну, в сборной практически не играет. 90-й год, выиграл чемпионат Европы, нет футболистов. 95-й год, да, сегодня в Динамо-Киеве играет левого защитника. Мальчик выходит на ББ... Сейчас... Бурда. Бурда, да. Бурда выходит, как бы, вот единственное, посмотрим, да, ну, команда чемпионат Европы, чемпионат мира. Всегда тренеры говорят, а что, ну, содержание, да, мы тактику так построили для того, чтобы добыть результат. То есть, получается, мы все равно играем не для зрителей, а чтобы добыть результат, чтобы премиальный. Как сегодня я просто к чему Калиниченко интервью давал, и там он говорит, что мы когда в чемпионате 2006 года выходили в следующую стадию, и нам пообещали какие-то премиальные, и когда мы сыграли в ничью со Швейцарией, мы поняли, что это реально, и что вот премия. А по большому счету, единственную игру, которую сыграли в этом этапе хорошо, это игра была с Турцией, которую мы в Киеве 1-0 проиграли. Где мы играли первым номером, где мы атаковали и так далее. А все остальное, это было везение, игра вторым номером. Ну, может, тогда мы не должны требовать от команды, если мы второй номер, да, не должны требовать, как болельщики, имеется в виду, что она должна всех обыграть, а никого не должна. То есть, есть счастье обыгрывать? Нет. Или нет этого счастья? Вчера это счастье было.